Именем Аллаха Всемилостивого и Наймилосерднейшего. Стихи Джалаледдина Моллави Руми. О, Творец, Ты дал нам всем Тобою сотворенным радость бытия. Ведь Ты сотворил ее вместе с нами из-за абсолютного небытия. Это Ты, который не существуешь для самовлюбленных. О, Создатель, эти удовольствия, блага духовные, дарованы нам Тобою. О, Всевышний, за эту передачу нам сладкой чаши духовных наслаждений, прими благодарение наше. Прими скромное словословие наше от Того, кто непрестанно находится в поисках истины Твоей, который, словно творение художника, постоянно селится познать и осмыслить своего мастера, давшего ему жизнь. Стихи Джалаледдина Мухаммад Таги Джафари, родился в иранском городе Табрис, квартале 9. Когда Устаг приходил ко мне, я говорил, мое финансовое положение плачевно. Он отвечал мне. Экзамены, которые посылает Всевышний, напоминают работу радио. Господь, подобно управлению звука радио, уменьшает наши доходы, а иногда увеличивает, после того мне становилось лето. Отец рассказывал, что когда он отправился в священный Наджаф, у него почти не было денег. Он говорил, после перехода границы в Наджаф, я пришел голодным. Придя в усыпальницу, мама Али сказал про себя, это и есть тот Наджаф со священным мавзолеем, о котором ты так мечтал. Если говорить о моих воспоминаниях про студенческие годы и проведенные в Наджафе, то можно написать целую книгу про тех, кто неустанно трудился во имя просвещения студентов. Вспоминая эти дни, иногда думаю про себя, не сон ли это? Когда я приехал в Наджаф, в стенах его учебных заведений преподавало около сорока ученых-богословов, служащих образцами для уподобления. Многим тысячам верующих. Одной из лучших особенностей моего покойного друга было то, что ему посчастливилось получить образование в учебных заведениях Наджафа. Исламскому праву и усуму, основу правоведения, он выучился у великого исламского ученого своего времени, Аятуллаха, Абулькасима, Хои. Кроме господина Хои, была целая плеяда ученых, у которых Аллах Мари выучился, а впоследствии сам начал преподавать. Аллах Мари был боятельным человеком. Когда вы смотрели на него, в вашем сердце наполнялась любовью, так и хотелось поговорить с ним. Исламскому правоведения. Устад обладал большим позитивом. Этот позитив всегда преобладал в его поведении с окружающим. Устад Аллах Мари был. Сотни качеств его должны были слиться пример нравственности. Многие негодовали против его скромности. Они говорили, что философ его масштаба должен держать строгую осанку и надлежащую дистанцию с окружающими. На улице, на базаре философ должен отличаться от обычного простолюдина. Но он был совсем не таким. Он был чист и свободен от человеческих пороков, подобно младенцу. Это можно было понять, повстречавшись с его взглядом. Однажды я случайно увидел его по телевизору. Там сказали, что он великий философ. Я про себя сказал, о, Всевышний. Я столько времени с ним общаюсь, а до сих пор не знал, что он философ. Первым западным ученым, который пришел встретиться со мной, был немецкий философ Розенталь. Профессор Розенталь мне рекомендовал доктор Ален Лютер. Ален Лютер учился у меня философии в Ахреддин-Разии. Он писал свою докторскую в Тегеране, где и защитил ее успешно. Во время написания докторской работы он пользовался помощью шейха Абдуль-Хусейна Ибнуддина. Доктор Лютер в течение одного с половиной года каждую неделю приходил на мои лекции. При наших с ним дискуссиях профессор Розенталь сказал мне, почему бы вам не опубликовать статьи на эти темы. На что я ответил, к сожалению, эти темы, приемлемые и полезные для нас, с точки зрения права вашего общества, непригодны к применению. Он же возразил, ваши мысли для нас имеют очень важное значение. Отец даже излишне серьезно разговаривал с деревьями и цветами, нас, своих детей. Он воспитывал в духе огромной любви к живой премии. Каламе был большим гуманистом. Ему было свойственно не только человеколюбие. Он одновременно проявлял большую любовь ко всему живому в целом. Он был влюблен в бытие, в саму суть мирождения. Причина особо уважительного отношения Отца ко всему живому таилась в самом вопросе происхождения жизни и сотворенности жизни. Действительная ценность существования всего живого в целом и жизни созданий Божьих намного выше того, выдуманного самим человеком права, которое определяет жизнь как право человека. Такое предельно примитивное понимание права на жизнь делает непозволительным рассматривать его с позиции предмета элементарного права. Скорее всего, это вопрос, который надлежит рассмотреть, исходя из божественного миропонимания. Человек теоретически неправомочен игнорировать либо упразднить это право. Трактуемое мною право на жизнь безусловно и бесспорно суть повеления и благодать Божией. Он всегда был отзывчив и приведен. Ему были чужды такие чувства, как самопревосходство, тяга к мирским благам и тщеславие. Он всегда был среди народа и был очень искренен с ним. Стихи Насира Хосрова Губадьяни. Колесо мироздания, эта водяная мельница Вселенной, неустанно приводится в движение лишь только одной истиной. Но чудо ее в том, что вода ее таинственно поступает из-за предела в самой Вселенной. Я, наконец, услышал эту правду, подумавши над словом «истины с умом». Он как бы считал написание комментариев и толкований к этой поэме «Маснави» особой миссией для себя. В один из дней, когда я случайно зашел к нему, я увидел его плачущим и беспрерывно произносящим формулу единобожия. Я спросил, дядя, что ты плачешь. Ответ был таков. Ничего особенного не случилось. Просто я работаю над темой воли свободы и принуждения насилия. Именно сегодня я прочитал такое двустишье из поэмы «Маснави», из которого я полностью осознал суть этой темы и ее преподнесения. В течение многолетних исследований, начиная с молодости, благодаря поэме «Маснави» я понял, что это есть произведение чрезвычайной важности, и надо непременно и непреклонно преследовать цель ее изучения в светских университетах и духовных семинариях. В то время, как я начал работать над беспримерным произведением «Имама Али. Путь красноречия», я столкнулся с таким небесным творением, где высказывания и деяния автора подтверждали то, что он является личностью, непосредственно связанной Всевышним Творцом. Истины, запечатленные в ней, были комментированы мною в контексте восточной и западной, древней и современной философской мелодии. В 1963-64 годах я начал переписываться с известным английским ученым, Бертраном Расселом. Поводом к этой переписке послужило издание в Иране книги господина Рассела. В этой книге я узрел парадоксальность мышления. В тот период мы каждую неделю собирались у выдающегося ученого-физика доктора Сеида Махмуда Хезаби для проведения научных дискуссий. На одном из таких собраний я показал вышеуказанную книгу доктору Хезаби и сказал, что умозрение автора, к сожалению, обнаруживает некий парадокс. Хезаби полностью согласился со мной и подтвердил мое мнение. Позже перевел написанное мною письмо, и мы любезно отправили его господину Рассе. На протяжении определенного времени мы регулярно дискутировали с Алламе Джафари на самые разные темы. За этот период нам стало ясно одно, что мышление его в решении сложных и важных проблем обладает особой логической методикой. Как правило, Алламе при постановке текущих задач и в процессе их исследований никоим образом не выходил за пределы рационального подхода. Опираясь на исходный информационный материал, методы доказательства и аргументы, он излагал окончательную точку зрения на решение поставленной задачи. Алламе Джафари не случайно очень часто напевал стихи из поемы Маснами. О, Боже, друг причистый и душевный, ни с кем не сравнимый, потому что руки мы связали проступками своими и грехами, не можешь нам помочь ты справедливостью обремененной. Так преподай же нам урок изящными словами, чтобы этим мы смогли исправиться и милосердие Твое к нам возродить, чтобы хотения Твои вернулись обратно молитвами таких, как мы. Вера в Тебя есть любовь же к Тебе, чтобы хотения Твои вернулись обратно молитвами таких, как мы. Вера в Тебя, любовь к Тебе же. Когда погрешность в речи нашей, Ты нас поправь, исправь, ведь Ты же исправитель и царь-владыка мира слов. Когда его светлость мы собирались присвоить титул, он сказал, Я занимаюсь своим делом и не нуждаюсь в подобном стимуле. Кучер гонял лошадей. И он слишком часто стегал кнутом лошадь, которая и так опережала всех остальных. Наконец лошадь обиженно сказала, Ты лучше стегай тех лошадей, которые не отстают от меня. Ученый и богослов достопочтенный Аллама Мухаммад Таги Джафари по представлению господина президента награждается ученой высшей степени. Если б вся вселенная имела бы язык, поднялись бы завесы, и все крыло бы тайну вам, и осталась бы закрытой тайна сотворения бытия. Тогда пребудет мир над вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан